В эфире РБК УФА мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сегодня мы подводим финансовые итоги недели в студии директор РБКС-премьер в Уфе Вадим Балтыров. Вадим, здравствуй. Добрый день. Сейчас главные темы этого дня. Депутаты Госдумы планируют существенно увеличить штрафы за некачественный бензин. Минимальный размер для организаций составит 100 тысяч рублей. В отдельных случаях предполагается, что предприятия-нарушители будут выплачивать один процент от годовой выручки, но не менее 500 тысяч. Ответственность планируют ввести и для физлиц, для которых санкции сейчас не предусмотрены. По мнению авторов закона проекта, нынешние штрафы мизерны и совсем не пугают недобросовестных продавцов и производителей топлива. Между тем, по словам специалистов, доля некачественного бензина на заправках страны за последние пять лет выросла более чем на 10 процентов. В 2012 году были проведены проверки АЗС и было выявлено, что 31 процент моторного топлива не соответствует регламенту, то есть имеет нарушение, либо имеется нарушение по недоливу, либо приборов учета не соответствует требованиям, либо качество бензина не соответствует требованиям, которые должны быть по закону. А в 2015-2016 году проведена проверка, пока уже 142 процента АЗС имеются нарушения. При этом чаще всего, по словам парламентариев, нарушения обнаруживают на малых предприятиях. Территориально большинство нарушений выявили в Сибирском федеральном округе, почти половина АЗС. В Приволжском нарушения обнаружены на каждой пятой заправке. Новые штрафные санкции законодатели планируют ввести в действие уже с начала следующего года. Объемы производства на заводе Уфа Оргсинтез планируют увеличить в три раза. Об этом сообщил официальный представитель Роснефти Михаил Леонтьев. Производство вырастет до полутора миллионов тонн с нынешних 650. Уфимский завод станет центром нового кластера нефтегазохимии, который планирует развивать Башнефть. Башкия, а конкретно Уфа Оргсинтез, может и должен стать центром нефтехимического направления компании. И поскольку нефтьегазохимия является, опять же, приоритетом сформулированного стратегии компании, а задача поставлена на минимизацию выхода низкомаржинальной продукции, повышению доли премиальных нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, то есть глубина переработки и так далее, то понятно, что здесь лидирующая роль Башнефти. Уфимские предприятия войдут в Поволжский кластер. Туда же включат Самару. По мнению аналитиков, этот регион с относительно малой долей нефтяной отрасли в экономике интересен прежде всего с точки зрения логистики. Всего же Роснефть планирует развивать три нефтехимических кластера. Вторым станет Восточно-Сибирский, третий создадут на Дальнем Востоке. Общий объем инвестиций в эти проекты в нефтяной компании оценят примерно в 30 миллиардов долларов. Отмечу, развитие нефти и газохимии названо одним из приоритетов Роснефти. Глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров заявил, долю этих продуктов в общем объеме нефтеперерабатывающих мощностей необходимо довести до 20%. Сейчас мы подводим финансовые итоги недели. В студии директор БКС «Премьер» в Уфе Вадим Болтыров. Вадим, на рынках осенней затишья? Да, действительно, торги на российском рынке проходят в спокойном режиме. Объемы торгов постепенно снижаются. Уже 7 сессий подряд МВБ болтается в пределах 1% без каких-либо явных тенденций. Фаворитами и лидерами роста рынка являются акции металлургических компаний, которые мы рекомендовали покупать в сентябре. И несмотря на то, что в среднесрочной перспективе мы считаем, рынок будет развиваться в положительном русле, снижение сырьевых котировок увеличивает риск вероятности временной коррекции, которую мы рекомендуем использовать для покупки акций фаворитов, таких как Аэрофлот, МТС, Роснефть и Северсталь. На рынке нефти продолжилось поступательное движение вниз. В среду котировки Brent пробивали уровень 56 долларов за баррель и вплотную приближались к уровню 54,5-55 долларов. Поддержку нефти оказывает заявление Путина о том, что планируется продление договора ОПЕКС-плюс вплоть до 2018 года и положительная статистика США об увеличении добычи и экспорта нефти. В паре доллар-рубль мы видим продолжение так называемой валютной пилы без какой-либо явной тенденции. Индекс S&P продолжил свой ралли, свой рост и вплотную приблизился к верхнему уровню растущего тренда 2540. И данный факт, что 6 сессий подряд индекс начинает, и индекс продолжает расти, и мы находимся в верхней границе, увеличивает вероятность коррекции, которая может быть достаточно затяжной. И несмотря на то, что глобально индекс находится в зоне роста начиная с 2009 года. На этой неделе мы ждем блок статистики по рынку труда США, а также реализация нашей инвестиционной идеи в сфере биотехнологии, акции Flexion Therapeutics, которые мы считаем должны в эту пятницу вырасти на 40%. Следите за новостями. Да, Вадим, спасибо. Это был наш постоянный эксперт, директор БКС Премьера Уфе Вадим Балтыров. Оставайтесь с АБК.